Он на землю и начал на нём 74 килограмма прыгать. Узнав, что на 7-летнего сына напал соседский мальчишка, разбираться во двор вышел отец. Эмоций не сдержал. Попало по переносицу. У него пошла кровь. Это, естественно, было неправомерно со стороны моего мужа. Он свою вину не отрицает. 11-летнего Руслана увезли в больницу. Ушиб мягких тканей головы, носовое кровотечение и ссадина лица. Во дворе продолжают обсуждать произошедшее. Края кто-то из взрослых считает, что мальчик получил по заслугам. Говорят, что не по годам крепкий Руслан не даёт проходу местной детворе. Ему было 8, Руслану, соответственно, 10. И у нас начались конфликты. Физически он бил его, конечно. На жалобы соседей мать Руслана никак не реагировала. Обратиться в полицию родители так и не собрались. В Одинцове конфликт на детской площадке перерос во взрослую драку. Владлена Воробьёва говорит, что пневматический пистолет она достала, когда её мужа и дочь начали сбивать. Били палкой по спине, но я этого опять-таки не видела. Я только ощутила то, что предметом ударили по спине тяжёлым. В общем, била её где-то 4-5 девушек. А началось с мелочи. Восьмилетняя Алина пожаловалась родителям на двух мальчиков, которые мешали ей играть. Отец отчитал обидчиков. У детей другая версия. Он взял меня в десальце, на плечу и по баске ударил. Девочки нас начали обзывать там. Это кто первый начал обзываться? Не говорите слова. Девочки, они подошли ко мне и сказали, давай крути своими ногами, а тут и получишь люлей. Каждый из сторон обвиняет во всём другую. Лично я взяла палку вот такого размера. Я её держала в руках, что с целью защиты. А ударил кто первый? Он меня ударил. Кулаком ударил? Да. Вот куда, в висок ударил? В бровь. Вот в бровь. У меня есть бумажки, справки. Правда, показывать документ Быхышовы почему-то не хотят. Говорят только по запросу суда. Воробьёвы показывают справку о сотрясении мозга восьмилетней дочери. О том, какие психологические травмы получили дети, похоже, никто не думает. Пришли, пожаловались, да, и родители, естественно, как нормальный, самый адекватный родитель, защитить ребёнка. И он кидается, не выяснив ситуации, что кто прав, кто виноват, стоит ли вообще вмешиваться. То, что бывает иногда в ситуации, когда родителю не стоит вмешиваться, да, когда, ну, всегда в любом конфликте так или иначе виноваты две стороны. Правоохранительные органы проводят проверку. И с агрессивным поведением родителей теперь будут разбираться следователи. ДИС, восьмилетней дочери.